итак друзья щербет всем и сейчас мы поговорим о таких функциях в часах как барометр высотомер он же альтиметр или альтиметр и компас насколько они полезны но я уже делал ролик да я делал обзор этих часов что мол странно ведет себя барометр и можно ли по нему определить погоду то есть давление в принципе не падала весь день с утра было солнце вечером пошел дикий ливень с грозой да вот а барометр показывал принципе те же показатели насколько полезен альтиметр который вычисляет высоту над уровнем моря исходя из показаний барометра опять же и как это вообще все работает ну первое что хочется сказать что все таки работает допустим вот кстати радиосинхронизация да ну в наших широтах допустим в днепре она не ловила очень редко если оставляешь часы на подоконнике то они ночью синхронизировались там у меня буквально за год это может раз пять было точнее за полгода ну в общем там раз в месяц они что-то ловят с трудом вот здесь вот в карпатах каждую ночь часы на руке и в них сплю они ловят радиосинхронизацию то есть мы западней и вышка которая в германии то есть сигнал проходит все-таки ну ладно это сделал отступление вот посмотрите на график барометра который мы видим в левой части дисплея вот он мы видим что палочки сейчас как бы идут вверх да значит давление растет а на улице сейчас у нас посмотрите какая погода пасмурно и горы в тумане то есть как бы как же так получается что давление растет по идее должно быть ясно ну нифига не ясно наоборот пасмурно что ж такое то штатива с собой нет поэтому приходится изгаляться ну меня его дома нет вообще ребят летом барометр и зимой барометр очень отличается по своим показаниям если летом все четко и ясно давление у нас падает и при определенных показателях повышается вероятности осадков если она низкая это не значит что тут же пойдет дождь это значит что максимально вероятно что будет гроза если давление высокое то будет жара и светить солнце зимой немножко все как-то вот посложнее снег может идти и при относительно высоких показателях барометра как то вот если дождь точно будет идти когда давление максимально низкое то снегу нужно довольно таки среднее давление чтобы он мог уже сыпаться и было пасмурно вот как сейчас допустим да на улице пасмурно что-то даже срывается а мы видим что показания барометра растут да вот как то так получается но нужно понимать что по барометру даже если вы научитесь принципе определять погоду он полезен только в статичном положении если вы не едете не идете по горам вверх вниз и так далее если вы просто едете в машине или поезде показания начинают прыгать вверх вниз вниз вверх то есть едете вы тоже с гора на гору что-то понять в таком случае невозможно вы должны прийти на место в пункт назначения да как говорится тогда он перестанет сходить с ума этот барометр и начнет показывать какие-то адекватные показатели по которым вы будете пытаться предугадывать погоду в общем как то так в принципе повторюсь погоду по нему можно то есть дальше не предсказать а можно вероятность развития событий предсказать но при учете того что вы будете находиться в каком-то конкретной точке мне даже хотелось их взять вот эти часы можно там знаете с собой просто положить на подоконнике ходить на гору там куда-то кататься на креселке в других часах потому что когда вы катаетесь у вас барометр постоянно скачет и сходит с ума вот так вот значит следующий у нас на очереди это компас компас показывает довольно точно у нас был спор с викой но сейчас не горизонтально показываю как бы вертикально ну в общем компас достаточно точно показывает где у нас находится север в пасмурную погоду можно определить без звезд без ничего на в какую сторону идти в общем по компасу как бы нет никаких претензий и так далее дальше дальше мы смотрим термометр термометр тоже довольно относительная вещь потому что уже наверно догадались часы постоянно у вас на руке если часы на руке они нагреваются причем там ну не на градус 2 разнятся показатели если они не на руке то они показывают достаточно точную температуру остывают они от вашей руки или нагреваются где-то может быть минут за 10-15 то есть если вы хотите померить реальную температуру вы должны снять их с руки грубо говоря положить в воду или положить в снег подождать и потом сделать замер тогда они покажут точную температуру и самая последняя функция которая мне казалась абсолютно бесполезной это барометрический высотомер он же альтиметр вычисляет высоту над уровнем моря по показателям атмосферного давления понятное дело что опять же свою очередь атмосферное давление но меняется с погодой до точнее погода меняется с атмосферным давлением поэтому с высотомером тоже могут происходить вот такие вот всякие скачки но он очень прикольно работает конкретно если вы стоите у подножья какой-то горы ну вот как я вот сейчас допустим мы живем у подножья горы тростян да чтобы узнать на какую высоту вы поднялись вы обнуляете показания альтиметра это очень просто сделать заходим в альтиметр сейчас не буду этого делать потому что я как раз его настроил по высоте горы зажимаем вот эту кнопочку adjust вот это вот там будет мигать такой холод и после этого мы просто вручную вверх-вниз выставляем показания мы поднялись на гору 1230 метров я откалибровал по высоте альтиметр и после того как мы спустились горы я почему-то наивно полагал что он должен показывать там ноль если высота 1230 но живем там и тоже на какой-то высоте и альтиметр показывает сейчас вот допустим так давай пятьсот пятьдесят метров над уровнем море это он высчитал исходя из того что мы спустились с горы на горе и вот калибровал вчера он показывал что-то там 625 есть разница в 75 метров но менялись показания барометра он вычисляет высоту исходя из атмосферного давления поэтому высота может плавать если плюс-минус погода меняется относительно точно получается потому что славский я гуглил пятьсот девяносто метров над уровнем моря не так понимаю в центре его где мы сейчас заживем но сейчас давление вверх пошло поэтому он показывает меньшую высоту вчера давление было более низким он показывал 625 метров то есть принципе кое-что им тоже померить возможно вот такие дела ребятки с вами был еще разок не забывайте подписаться на канал и поставить лайк этому видео увидимся пока